Вы спрашиваете, где делают современные баяны? Тула. Родина первого промышленного производства русской гармоники. От своих отцов и дедов унаследовали любовь к этим инструментам мастера сегодняшние, рабочие и инженеры производственного объединения «Мелодия». Изготовление баяна или гармоники – процесс непростой, ведь бесхитростный внешний инструмент на самом деле – сложное акустико-механическое устройство. Ответственная операция – сборка механики. Вот сейчас вы видите, как собирает механику правой клавиатуры. Точность здесь идет ювелирная, ведь во внутренних полостях баяна очень тесно, и проводки-толкачи не должны мешать друг другу. Ну, а это сборка механики левой клавиатуры. И хотя конструктивно она несколько отличается от правой, точность и здесь, в меньшей. Сборка голосовых планок. Как я стоит из самого названия, здесь собирают узлы, которые, собственно, и дают инструменту голос, заставляют вибрировать металлические пластинки-язычки. Но, пожалуй, мастера самой высокой квалификации – настройщики. Малейшую неточность звучания настройщик должен уловить и устранить. Баян и гармоника должны не только хорошо звучать, но и быть красивыми внешне. Ведь с ними музыкант выходит на сцену городского дома культуры или сельского клуба. Да и в доме инструмент должен радовать глаз. Поэтому туляки все время заботятся об улучшении внешнего вида своих изделий. В 12-й цифре давайте вступим одновременно. Яркий сделаем аккорд и уходим звуком. Большинство рабочих Тульского объединения «Мелодия» обладает музыкальным слухом. Ведь без этого, наверное, невозможно работать на этом предприятии. И число своего досуга нередко они проводят вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а это музей. Бережно воссоздают туляки историю родного предприятия. Ведь первая баянная артель организована в городе еще в 1922 году. А в начале 30-х годов на ее базе начала работать одна из самых крупных в стране баянных фабрик. Головным остается предприятие и по сей день. Ежегодно из цехов этого предприятия выходят около 140 тысяч баянов и гармоний. В основном это инструменты несложных конструкций, которые хорошо знают самодеятельные музыканты, ученики музыкальных школ, музыканты-любители. Но и профессиональные артисты высоко ценят концертные баяны, которые выпускают в Туле. Вот вы видите один из них. Это гордость туляков. Этот инструмент носит имя русского умильца-левша. В объединении мелодия десятки изобретателей и рационализаторов. И весь коллектив заботится об улучшении качества своей голосистой продукции. Не на деке, а на городушке вы сейчас хотите, да? Вы имеете в виду резонансовый. На резонансовый, да. Редактор субтитров А.Семкин